Volkswagen открыл продажи своего первого электрического кроссовера ID.4. BMW снова удивляет нас размерами решетки радиаторов. На сей раз на родственных моделях M3 и M4. Британцы электрифицировали кроссовер Range Rover Velar. Французы расширяют производство коммерческих Peugeot и Citroёнов в Калуге. А запорожцы написали письмо в группу Renault и возродили производство в Zazie. Благодаря локализации на украинский рынок выходит Renault Arkana и возвращаются Lada. Главная мировая премьера недели – это электрический кроссовер Volkswagen ID.4, собрат хэтчбека ID.3, а заодно Skoda Enyaq и Cupra Elborn. Родственные машины раскрыли всю техническую начинку, а сам Volkswagen не делал особой тайны из интерьера и экстерьера. Неожиданно то, что официальная премьера совпала с началом продаж. А это значит, что из всего семейства моделей на корпоративной платформе MEB именно Volkswagen выходит на мировой рынок первым, и мы можем подивиться на комплектации. Давно ли вы видели стальные штампованные колеса на 19 дюймов? Между тем, именно они полагаются базовой версии. И такая экономия в машине за 43 тысячи евро. Но это, как говорится, перегибы на местах, потому что электронная начинка на высоте. У батарейного паркетника есть адаптивный круиз-контроль и функция автоторможения. Опциональный автопилот Travel Assist управляет машиной внутри полосы. А ассистент парковки поставит машину параллельно или перпендикулярно, без участия человека, который может находиться снаружи. В стильном салоне всего пара физических кнопок, а доминирует дисплей медиа-системы. В базовом исполнении его диагональ 10 дюймов, однако за доплату доступен 12-дюймовый тачскрин. Но больше всего немцы гордятся не современными наворотами, а простором внутри машины. По мнению инженеров, в салоне электрического Volkswagen просторнее, чем во многих кроссоверах классом выше. Спасибо отсутствию ДВС. Другой повод для гордости – применение экологичных материалов. Скажем, микрофибра, которой обшиты сидения дорогих версий, на 20% состоит из переработанных пластиковых бутылок. Со временем модель получит двухмоторную установку суммарной отдачей за 300 сил, а также другие вариации и по мощности, и аккумуляторам. Но на старте продаж доступны только лишь два приветственных исполнения. Им полагается 200-сильный электромотор, задний привод и батарея, которой должно хватить на полтысячи километров пути. При разгоне до сотни кроссовер выезжает из 9 секунд, хотя максимальная скорость ограничена на смешной для Германии отметке 160 км в час. А вот клиренс паркетника вызывает уважение. Под нищим заявлен 21 см дорожного просвета. Серийное производство кроссовера в немецком ЦВКАУ наладили еще в августе. Европейским дилерам машины отправят через несколько месяцев. Российского рынка, разумеется, нет даже в планах. А вот новые поколения BMW M3 и M4 в Россию приедут непременно. Конечно, обе машины у нас будут, если не покупать, то обсуждать. Ведь решетка радиатора стала не просто большой, а огромной. Фанаты классических BMW наверняка захотят развидеть все это обратно. И если на обычных купе 4-й серии мы уже видали эти мега-ноздри, то седан примеряет их впервые. А значит, не за горами рестайлинг всего семейства 3-й серии. На этом фоне совершенно теряется традиционный декор эмок, расширенные арки и агрессивный обвес. Но если сосредоточиться на фактах, то новые поколения оказались крупнее, тяжелее и мощнее своих предшественников. Рядная шестерка S58, оснащенная парой турбокомпрессоров, в базовом варианте выдает 480 сил. А шестиступенчатая механическая коробка, оборудованная ассистентом переключения передач, умеет делать автоматические перегазовки. В исполнении Competition отдача мотора повышена до 510 сил, а вместо механики тут восьмиступенчатый автомат. К слову, в прошлом поколении BMW использовала преселективный робот, но теперь трансмиссионная парадигма стала другой. Пока представлены лишь заднеприводные версии, однако через полгода свет увидят машины 4х4 с многодисковой муфтой подключения передних колес. Даже странно, что BMW не вывела их сразу. Динамические характеристики обоих биммеров идентичны. На спор до сотни им требуется чуть больше 4 секунд, а Competition выполняет такое упражнение чуточку быстрее. Чтобы повысить максималку до 290 км в час, по традиции придется доплачивать. Об остальных достижениях немцев говорить даже неловко. Мы уже привыкли, что баварцы наделяют М-ки адаптивными подвесками, усиленными кузовами, жесткими подравниками и расширенной колеей. Хотя нечто неожиданное все же появилось. У новой системы M-Traction Control есть аж 10 фиксированных пресетов, которые меняют настройки ходовой и электроники. Также из интересного подметим углепластиковую крышу. Хотя панорамное исполнение – это бесплатная, но опция. За облегченные кресла на композитном основании дилер попросит заплатить отдельно. В Россию BMW M3 и M4 приедут в апреле, и только в исполнении Компетишн. Стартовая цена на седан M3 пока не объявлена, но прайс-лист на M4 уже есть. За купе придется отдать как минимум 6 миллионов 900 тысяч рублей. Компания Jaguar Land Rover в череде плановых обновлений добралась до кроссовера Range Rover Velar. Внешность корректировать не сталин, но салон подправлен. Обратим внимание на новый руль и селектор автомата. А ключ-браслет второго поколения позволяет оставлять основной брелок дома. Центральное место на передней панели занял изогнутый тачскрин медиа-системы диагональю 11,5 дюймов. Сама мультимедиа усовершенствована по всем пунктам, включая загрузку актуальных обновлений по воздуху. В плане техники заявлены новые моторы. Но обсуждать европейскую гамму движков не имеет смысла, у нас все будет иначе. В частности, хорошо знакомые нашей публике дизели D180 и D240, а также бензиновые P340, уходят на покой. Вместо них появятся дизельные четверка и шестерка, плюс пара бензиновых агрегатов. Это двухлитровый двигатель и новейшая турбо-шестерка. Последняя с микрогибридным довеском и отдачей на уровне 400 сил. Главное инженерное достижение – гибридная установка мощностью свыше 400 сил к нашим дилерам не приедет. Она построена вокруг двухлитровой бензиновой турбо-четверки. На чистом электричестве такой Вилар проедет около 50 километров. В Европе продажи улучшенных рейнджероверов только что стартовали. В России машина появится через полгода, поэтому и с ценами пока никакой определенности. Седан Hyundai Sonata ожидаемо заполучил оспортивленную версию N-Line. Правда, премьера новинки прошла по весьма странному сценарию. Публики раскрыли только дизайн, а вот публикацию технических характеристик отложили на конец октября. Впрочем, благодаря шпионам мы знаем, что под капотом Enke пропишется турбомотор мощностью по 300 сил. Под него пришлось оттачивать электронику, перенастраивать подвеску и усиливать тормоза. В салоне об особенной прыти этой Sonata напомнят спортивные кресла, красные прострочки и другие околоспортивные нюансы. Ну а снаружи на особый статус версии прозрачно намекнут фирменный обвес и гипертрофированная решетка радиатора. Нынешнему Nissan 370Z пора отправляться на покой. Ведь машине уже почти 12 лет. Новое поколение фактически представлено, пускай и в формате прототипа. Финальные спецификации раскроют позже, но анонсирован битурбомотор V6 и шестиступенчатая механика. Как разузнали японские СМИ, новый двигатель выдаст больше 400 сил, а помимо ручной коробки будет и автомат. Предположим, что новинка получит индекс 400Z. А пока единственные точные характеристики – это габариты. Новое поколение станет заметно длиннее, но не шире предшественника. Поэтому дизайн можно рассматривать как законченное произведение. Nissan не стал навешивать камуфляж или уродовать пропорции, чтобы запутать публику. Надо признать, что команде под руководством Альфонса Альбайса удалось скомпилировать характерные черты всех предыдущих поколений модели. Притом до прямого копирования какой-либо предшественницы дело не дошло. Салон по современным меркам тоже вышел ретроспективным. Во всяком случае, отдельными приборами над центральной консолью сейчас не балуется, пожалуй, никто. В эпоху огромных тачскринов это выглядит милой ностальгией. Opel провел очередную, теперь уже главную и окончательную презентацию нового поколения Moki. На сей раз главным откровением стали цены. Так, в базовой версии компактный кроссовер будет стоить 20 тысяч евро. В переводе на рубли это почти миллион 800 тысяч. С таким ценником на нашем рынке Opel ловить нечего, ведь более крупные Kia Sportage и Skoda Kodiaq стоят гораздо дешевле. За электрическую версию немецкие дилеры попросят 33 тысячи евро, или 3 миллиона рублей по текущему курсу. Правда, с учетом местных госсубсидий, батарейная Moki обойдется всего на 15% дороже бензиновой. Напомним, что из агрегатов на бензине и солярке для кроссовера доступны полуторалитровый турбодизель отдачи 110 сил, а также бензиновая турботройка. Базовый вариант последний – выдает 100 сил, а форсированный уже 130. Между тем, о российских перспективах новинки до сих пор неизвестно ровным счетом ничего. Хотя формально Opel может и должен привезти этот автомобиль, ведь он построен на платформе PSA, а значит, французы имеют право продавать его на новых рынках, включая наш. Пежо наладит сборку фургонов «Партнер» на своем российском заводе под Калугой. Правда, у нас будут выпускать не новое поколение французских каблучков, а предыдущее. Пока известно лишь немногое. К местной сборке сейчас готовят только грузовую модификацию, но в двух версиях – короткой и длинной. Также объявлено, что машина будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. Это будут агрегаты объемом 1,6 литра, с которыми состыкована механическая коробка передач. В продаже партнеры российской сборки должны появиться до конца этого года. О запуске пассажирских версий Пежо пока ничего не сообщает. Напомним, что под Калугой выпускают и более крупные французские фургоны – «Пежо Эксперт» и «Ситроен Джампи». А их пассажирские версии – «Пежо Тревелер» и «Ситроен Спейс Турер» только что расширили гамму за счет новой комбинации двухлитрового дизеля и шестиступенчатой механической коробки. До сих пор переднеприводным микроавтобусом с этим мотором полагался исключительно автомат, а ручной коробкой оснащались только полноприводные версии. Короткобазную версию бусов российские дилеры уже продают, а длиннобазная ожидается в декабре, но уже доступна к заказу. Еще одна новость об отечественном автопроме пришла из Ульяновска. УАЗ убрал из гаммы «Патриота» стартовую версию под названием «Классик Флит». Два года назад ульяновцы провели большую модернизацию внедорожника, внедрив 150-сильный мотор, доработанную подвеску, улучшенную шумозарядцу и многое другое. В свою очередь «Классик Флит» обходился без всего этого, зато стоил на 20 тысяч рублей дешевле. Но из-за низкого спроса от этой версии теперь решено отказаться. В итоге после недавнего повышения цен УАЗ «Патриот» стоит минимум 928 тысяч рублей. Автомобили марки «Лада» обрели неожиданное место прописки. Отныне их сборкой занимается Запорожский автозавод. Наладить локальное производство и сборку российских автомобилей наших украинских соседей вынудил запрет на импорт легковушек из России. Из богатого ассортимента «Лады» ЗАЗ будет выпускать только «Весты», «Ларгусы» и хэтчбеки «Х-Рэй». Еще одной локализованной моделью стал кроссовер «Рено Аркана», который до этого не продавался на украинском рынке. Редактор субтитров А.Семкин